Здравствуйте, меня зовут Сергеев Алексей. Я являюсь членом жюри международного фестиваля Golden Time of Talent. И сегодня я решил выложить небольшой видеоролик по тем работам, на которые я обратил особое внимание. Понравились мне и многие другие работы, но эти я решил отметить особо. Давайте начнем с детских работ. К детям я обычно отношусь даже, наверное, чуть строже, чем к взрослым в силу специфики своей профессии. Но мне понравилась одна очень-очень-очень сильная работа, и я хочу ее отметить. Это работа Стернина и Ангелины. Здесь что-то такое светлое, молодое, жизнеутверждающее взаимодействует с чем-то мрачным, старым таким, достаточно негативным. Ну, во-первых, сама подача этой работы, само мировоззрение, то, что ребенок взялся за это. Это вот такой типичный детский дуализм, деление мира на черное и белое. Здесь выражены ярко, очень красиво и с точки зрения техники детского рисунка, и с точки зрения смысловой нагрузки. Замечательно. Думаю, этого ребенка ждет большое будущее. Думаю, сейчас мы можем перейти к оценке работ людей уже взрослых, сложившихся творчески. И позвольте мне представить работу Ванды Баумана. Чем она мне понравилась? Она мне понравилась техника исполнения. Это обычный натюрморт, но исполненный очень качественно. А так как мы преподаем в целом классическое искусство, то его и должны мы поддержать. Я думаю, что мой выбор и моя высокая оценка этой работе даны правильно. Работа достойная. Следующий я хотел бы оценить работы, две работы Юлии Зубиной. И, ну, это вообще, это замечательная работа. Это хорошее понимание цвета, хорошее понимание динамики пространства, хорошая техника исполнения. Художник прекрасно знает, что он хочет, как он хочет и какие действия он должен предпринять для того, чтобы достичь результата. Работа с пространством просто восхитительная. Особенно во второй работе, где работа со светом, с морем, она выдушевляет, она атмосферна. Мои аплодисменты. Также я обратил внимание на работы художницы Нины Поляковой, которая в конкурсе выставила целую серию работ. Но сейчас я оцениваю, и для этого ролика я взял одну из, с такими вот, с двумя красными псами, с собаками, которые находятся вот в таком вот положении, немножко напоминающим китайский даосский знак и ньянь. Ну, что тут? Тут такая экспрессия, тут такой мощный эмоциональный вызов зрителю. Сочетание вообще красного и черного цвета, это всегда вызывает бурные эмоции, там выброс адреналина, видимо. Ну, работа, мимо которой просто пройти равнодушно невозможно. А что еще нужно от творчества? Равнодушие – это враг творчества. А здесь эмоции, эмоции, хорошая техника. Замечательно. Далее я хотел бы оценить еще работы одной художницы Алины Комлевой. У нее в конкурсе представлено несколько работ, но для данного ролика я выбрал одну. Почему же я ее выбрал? Потому что она мне напоминает философии моего учителя, великого чувашского художника Петрова Петра Варфоломеича, который говорил о том, что он не изображает какой-то конкретный предмет, какое-то действие, какое-то событие, а он изображает настроение, он отражает состояние души. Так вот, Алине это удалось. И мы можем взглянуть каким-то даже боковым зрением на работу, и сразу же настроение, вложенное в эту картину художникам, передается и нам. Извините, это может далеко не каждый художник. И поэтому эта работа получила мою очень высокую оценку. Браво, Алина! Алина!